Мы просто посмотрим внешний вид, нет каких-либо видимых повреждений. Посмотрели, естественно, мы уже и так знаем, что какой-то пол. В журналах наблюдений вес, возраст, повадки грызунов. А теперь еще и свежие результаты после употребления нового корма. Вот он. Его приготовили научные сотрудники из токсичной рыбы. Рыбалка ради науки на закрытых для населения озерах Тобольского района продолжалась два месяца. Здесь повсюду гавская болезнь. Причины – ядовитые растения, водоросли, низкий уровень воды. Предположений много. Но что именно вызывает ее, остается загадкой для всего мирового сообщества биологов. Поэтому очередное открытие на пути борьбы с гавской болезнью тюменцы намерены запатентовать. И пока не раскрывают секреты, как нашли способ нейтрализовать токсин зараженной рыбе. И приготовить из нее этот безопасный корм. Это наше ноу-хау. Мы воздействовали на рыбу разными режимами, высокими и низкими температурами на эту рыбу. Если все пройдет успешно, зараженные рыбы пустят на производство муки. Ее смогут добавлять в рацион сельскохозяйственных животных. За годы запрета на рыбалку в Андреевском и Шемневских озерах Тобольского района рыба продолжала активно размножаться. И с ней надо срочно что-то делать. Сама рыба измельчается, становится мельче и костистей. То есть, если не проводить вылов и дальше, то озеро в будущем будет непригодно для рыболовства. Поэтому появилась такая необходимость разработать способ нейтрализации токсина гавской болезни в рыбе. Об этом заключен госконтракт регионального департамента АПК с ВУЗом. Его сотрудники также разработали рекомендации для оздоровления озер. Среди них строительство гидротехнических сооружений, которые будут препятствовать миграции рыбы и аэрации.